здравствуйте уважаемые водолюбители сегодня у нас напольники из бюджетной линейки от компании морел честно говоря в первый раз удовольствие познакомиться с акустикой этой компании думаю многих из вас наверно тоже не было возможности познакомиться с продукцией с этой компании и в частности это обращается тем что как бы на рынке по крайней мере европейском рынке чаще встречается акустика датская английская компания moral это израильская компания основана на в 1975 году кстати компания весьма весьма известная то есть компания это лидер по производству динамических головок как для домашнего аудио так и для автомобильного аудио вот надо сказать что все динамики для своих акустических систем компания естественно делает сама и вообще на вас добавить что компания не пытается копировать скажем там школу английского звука или школу американского звука у нее свой подход хорошему звуку своя скажем так концепция достижения хорошего звука конечно наиболее это ярко концепция последуются скажем во флагмане фат леди флагман у них есть ну или пышка то есть там как бы корпус такой округлой формы и ноу-хау различные технологии а это бюджетная модель морель салам 2 акустика трехполосная высота 95 сантиметров ширина корпуса около 18 сантиметров глубина корпуса 29 сантиметров акустика трехполосная вот ширину передней панели удалось еще снизить за счет того что вот отдельный низкочастотный динамик он расположен на боковой стенке вот некоторые не любят узкую переднюю панели а между тем вот узкой передней панели есть очень хорошее преимущество в плане достижения хорошего звучания но первых малая отражающая поверхность то есть меньше первичных отражения дифракционных отражений то есть меньше вот это вот корпусной отсебятины звуковой образ за счет этого он лучше вот отвязывается от корпуса то есть он лучше формируется в пространстве более картинка получается более столь сфокусированные звуковые образы более реалистичные такие у звуковые образы получаются и так низкочастотный динамик диаметром 16 сантиметров диффузор его изготовлен эта бумага покрытая полимером здесь применяется большой ферритовый магнит большая катушка значит динамик этот расположен в отдельном боксе акустическое оформление фазоинвертор порт фазоинвертор выходит на тыльную сторону вообще вы знаете вот можно даже сказать что это скажем так вот встроенный сабвуфер встроенный сабвуфер если тем более вот допустим вот динамик этот работает от 30 герц до 150 герц вот если вы вспомните эти обычного сабвуферы вот скажем это активный там пассивные они же обычно вот и работают в этом диапазоне где-то от там а 20 и 25 и 30 до 150 ну до 160 герц то есть здесь вот тоже вот динамик как бы по подобию сабвуферу он работает именно вот это чисто на низкочастотном аспекте работали тем более что вот вот это вот часть вот она очень напоминает полочник очень по сути делает вот полочная модель этой бюджетной гнейке салам среднечастотный динамик также бумага покрытая полимером диаметр 13 сантиметров динамики эти прикрыты грилями металлическими сетчатыми грилями они съемные эти гриле но они на магнитиках но вот снимать их очень сложно да наверное не нужно этого делать тем более что вот как бы компания вот она оговаривает что эти гриле она проецировала именно вот с учетом вот это своеобразная акустическая линза то есть компания добивалась более такого лучшего распространения звука как вертикальной таких горизонтальной плоскости то есть своеобразная акустическая линза высоко также здесь применяется ферритовый магнит высоко частотный динамик он находится в таком рупорном обрамлении он также прикрыт вот сеточкой защитной которая также выполняет роль акустической линзы название у этого значит сеточки это есть lotus красивый рисунок на этой сеточке я потом пробить поближе вам покажу его вот ассоциация какая-то такая с арабским рисунком там или с арабским орнаментом потом я вам поближе его покажу здесь уже применяется неодиевый магнит также крупная звуковая катушка диаметр 6 диаметр 3 сантиметра купола купол это тканый мягкий ткань с пропиткой на задней стенке отверстия портов фазоинверторов этот динамик нагружен на свой фазоинвертор низкоатистотный динамик который находится в своем изолированной боксе нагружен на нижний фазоинвертор две клеммы достаточно качественные принимают любой тип наконечника голый провод причем компания морал она по-моему даже модели факт леди вообще никаких моделей даже топовых не используют подключение подбиваем то есть она очень тщательно разрабатывает свои кроссоверы это вот сильная сторона буквально компании морал очень тщательный подход такой разработки кроссоверов вес каждой колонки 14 с половиной килограмм учитывая небольшие размеры колоночек довольно тяжеленькие диапазон заявлен довольно скромненько от 30 до 20 тысяч герц пиковая подводимая мощность 150 ватт чистота раздела кроссовера 150 герц со спадом 18 дБ на октаву и 2,2 кГц со спадом 12 дБ на октаву чувствительность 88 дБ сопротивление в паспорте указано сопротивление 4 Ом здесь же наклеечки указано сопротивление 6 Ом вот такая вот забавная неразбериха здесь указано 6 Ом теперь обратим внимание на детали защитная сеточка высокочастотника вот рисунок вот ассоциации наливает с арабским орнаметром тонким арабским орнаментом а вот это самый низ колонки то есть я перевернул колонку что показать вот на что опирается корпус в основании корпуса вот такая вот алюминиевая рамка толщиной что-то 8 миллиметров алюминиевая рамка в нее вкручивается 4 прилагаемых шипа регулируемые шипы вот что представляют из себя эти шипы металлические шипы и вот смотрите вот допустим делаю я шип длиннее резьбы не видно резьбы не видно вот шайба широкая резьбы не видно то есть вот вроде бы мелочь но вот такие вот мелочи вот как-то вот они создают отношение к изделию комплект акустики входит мануал паспорт сожалению нет информации на русском языке и гарантийный талон гарантийный талон он на русском языке и вот что еще прилагается вот посмотрите вот такие вот кругляшочки бублики вот что это такое это не похоже ни в коем разе это не является допустим чашечками под шипы нет это не чашечки под шипы и не какая-то альтернатива шипам в плане ножек нет вот по виду это напоминает феррит слегка он пачкает вот руки вот ну друг по-другому я вот назначение вот этого феррита кроме как насадка на акустический кабель предположить не могу вот их восемь вот по два на каждый на каждую живу ну то есть может я конечно ошибаюсь но для чего он еще этот феррит служит вот этот вот феррит вот вот эти вот 8 бубликов прилагается в комплекте я первый раз встречаю акустические системы которых вы прилагались ферритовые насадки приятно удивлен перед тем как перейти к прослушиванию музыки через youtube немножко звуки на пальцах то есть слова на значит я их подключил сразу же к усилителю недорогому марс пять тысяч пятому подключил и первое впечатление было что усилитель менять как-то и не охота вот как-то сразу они образовали неплохую связку то есть не знаю может быть другим усилителя будет играть еще лучше но уже вот с этим усилителем желание менять усилитель не возникло сразу обратил на себя внимание бас я вот поставил там запись раньше я услышал эту запись там блюзы записаны там бас казался довольно таким мягким таким слегка как бы ну я думал вот такая особенность баса записи такая особенность пришел он был достаточно мягковат на многих акустических системах здесь был этот бас подан иначе то есть он бас такой живистый быстро структурированный как-то вот он поинтереснее мне показался с этой акустикой вообще что называется бас с мясом вот эта область митбаса вот которую принято называть мясом она здесь присутствует очень хорошо присутствует верхнечастотный и средний диапазоны они будто бы заряжены энергетикой вот вокруг акустических систем вот как бы этого сказать вот вы знаете как будто бы аура какая-то вот образуется такая яркая аура заряженная энергетика эмоциями яркость это не за счет там резкости какой-то нет нет она просто вот яркая это красиво а в заглушенных помещениях это будет только большим плюсом причем тембры инструментов они верны неправильные то есть серебро колокольчиков медь ударных гитара струна вот атака струны гитары правильная передача вокал очень естественно передается вокал полетный или вот что заметил вот это бывает нечестно даже в более дорогих систем это бывает нечасто здесь вот прослушивается информация помещение где происходила запись информация студии то есть если конечно информация присутствует в самом диске то есть вот здесь вот слышно в помещении слышно помещение понимаете полетный вокал так вот инструменты вот послезвучия приятно так затихают не обрывается резко приятного приятно за ними наблюдать как они постепенно как бы уходят и вот еще значит по поводу размещения вот динамики здесь расположены значит вот можно акустику динамиками друг другу разместить можно конечно сделать так чтобы динамики эти смотрели на внешнюю сторону то есть не вовнутрь смотрели на внешние вот стороны но это уже просто надо поэкспериментировать дома просто эксперимент я попробовал поэкспериментировал как бы ну есть плюс и минус у каждого расположения мне это больше понравилось когда в динамике направлены вовнутрь как-то вот звуковой образ показался более целостным что ли как-то вот картинка более такая по точнее показалось ну то есть это вот наших условиях мне показалось лучше в динамике вовнутрь смотрят слушать будем с усилителем manos пятый пятом проигрыватель также пять тысяч пятый маранс кабель межблочный кольбах твин микс 1 а 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 Продолжение следует... Продолжение следует...